Неестественная среда обитания, которая нарушает наше тело, например, это стул. Стул это античеловеческое устройство. На стуле удобно сидеть, вообще невозможно. В принципе, наше тело к стулу не приспособлено. Значит, античеловеческое устройство это унитаз. Кишечник не может нормально опорожняться, и еще много чего не может нормально приключаться. Если мы сидим на унитазе, а не как природа запланирована, вот так. Ну да, так же леточек с нами. Естественно. А что мы на унитазе леточки? Что вы все равно не салучились? Не сидите. Завязайте на него с ногами. Сидите с ногами. Античеловеческое устройство это асфальт. Потому что ровной поверхности в природе не существует. Она существует только на ледниках, там люди не живут. А в природе есть камушки, есть гравии, есть веточки, которые на земле валяются. Там песок, колючки и прочее. А на земле есть. Ровной земли не бывает. И в нашей ступне больше 25 мышц. Зачем? Если мы все равно ходим как роботы в этой плоской обуви по плоскому асфальту. То есть очень много античеловеческих приспособлений. Одинка теплая, например. Какие животные справляются? У них нормальная теплорегуляция. Мало того, люди, которые занимаются моржеванием, тоже как-то очень нормально справляются. Чем сильнее одеваемся, тем больше мерзнем. Да? Это тоже античеловеческое совершенно приспособление. Еще очень много античеловеческих приспособлений. Огонь, например. Вот Прометей, знаете, за что распяли? Там не распяли, а как сказали в рековании, и орел клевал в его печень. Да. Знаете эту историю? Бедный, бедный Прометей. И ничего подобного. Он страшного какого сделал всему земному человечеству. Если бы не было огня, мы бы ложились спать вовремя и вставали бы вовремя. Мы бы жили в областях, пригодных для жизни человека. Там дети? Да. Нормально. Мы бы, соответственно, не воевали, потому что нечем огня не изобрели, значит, не понаделаешь всех вот этих штук. Максимум кулаками и палкой. Но много особенно не навоюешь. Мы бы ели нормальную, подходящую для нас пищу растительного происхождения, сырую. И готовили бы не надо было. Да, и ничего бы не готовили. У нас была бы нормальная микрофлора кишечника, у нас был бы нормальный обмен веществ. Наше тело бы не было бы зашлакованное и загажено. Мы бы не выкапывали нефть из земли, не устраивали бы глобальные катастрофы, изнепресения. То есть, то, что Прометея приковали, и там, и орел уклевал печень, это ясное послание человечеству. Ребята, огонь, это плохо. Это неполезно. У вас в программе прописано сейчас изучать все последствия этого печального события. Но Прометей нам ничего хорошего не сделал. Ну реально, посмотрите. То есть, Прометей... А? Так мы бы здесь не жили, мы бы жили в теплых областях. Да, там где-то возможно, для человеческой расы. Хотя, в принципе, человеческое тело обладает той же способностью теплорегуляции, как и тело любого другого животного. И колебания температуры, там, предположим, до минус 7-8, можно вообще спокойно выдерживать. Посмотрите, маленькие детки, которые там занимаются моржеванием, они бегают по сечкам, по снегу, голенькие, как его, господи, Порфирий Иванов, детка. Там все последователи Порфирий Иванова с рождения, они там лично голенькие, снег, зима, тело регулируется. Если тибетские монахи, практикуя определенную методику, сидят на ветру на минус 20 градусов мороза и сушат у себя на теле 40 мокрых простыней, одно за другое, одно за другое, одно за другое, значит, это возможно. То есть, у человеческого тела такие ресурсы есть. Вы даже можете эти ресурсы прямо сейчас ощутить. Вот сделайте такой эксперимент. Посмотрите на меня сначала, не делайте, потом сделайте. Сделайте очень быстрый вдох носа и сразу же, моментально, поставьте перед ртом вот так ладошку и медленно выдыхайте ртом. Значит, логично. В комнате, ну, не очень холодно, но и не жарко. Воздух, который мы вдыхаем, мы даже будем чувствовать его как холодный, когда он проникает в наши легкие. А когда мы будем выдыхать, почувствуйте, какой температурой будет воздух. Для того, чтобы эксперимент был чистый, сначала полностью упражните легкие. То есть, сделайте глубокий-глубокий выдох до конца. Выдох, 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 выдох. Вот прям сжимайте какую-то ветку. Горячо! Это как? Это же гораздо выше, чем 36 градусов. Вот 36 градусов. А то, чтобы отдыхалось гораздо теплее. Это как? Святой дух. Просто наше тело устроено таким образом, что там есть термостат. Легкий термостат, который мгновенно способен нагревать и распространять тепло по всему организму. Мы даже это знаем. Продыши теплом свою руку. Да? Знаете? В алтитренингах используется. Все, рука нагревается. То есть, глубокий, естественно, может быть, и жили вполне, приспособившись, соответственно. По крайней мере, вовремя ложились спать, вовремя вставать. И вовремя вставали. И вовремя вставали, как телецкий манаж. У всех депрессия. Почему? Да не потому, что темно. Потому что в это темное время суток надо вставать и тащиться на работу. А если ты строишь себе расписание так, что ты можешь встать, когда стало светло, и лечь, когда стало темно. Все хорошо. И ты провинк. Нормально? Тело само в шести. Зимой тело очень хочет спать. А лето наоборот. Да? Ну что, это не нормально. И никто не уставший. И они вообще всю зиму спят, и ничего. Да? А лето уже больше не спит зимой. Да, я не уверена, что ежики спят зимой. А они должны спать, но они не спят. Уже не спят? А кого же они едят бедные? А, там где коровы, салоны. Кошку на еду, да? Кошечки кормят. Они у вас сухой шерп. Но он сомненец. Да, да, сухой кошечка. Правильно? Они не спит, а должны в лесу не спить. Я тебе говорю, живет в термах, не спит. Правильные ежики. Че спать, столько интересного пропустишь? Вот, так что насчет античеловеческих условий. Фактически все, в чем мы живем, это антителесные условия. Для развития мозга может и полезно. Для развития тела явно не полезно. И поэтому наше тело себя плохо чувствует. Сейчас мы будем с вами разбираться, из-за каких таких причин тело себя плохо чувствует, и как просто для ленивых это все убрать. Мне обычно говорят, ну как же для ленивых? Мы же знаем, вот у меня болела спина, я стала заниматься йогой, там вот качать спину, и все, мне сразу легче. Как только не занимаюсь, сразу тяжелее. Я вам сейчас на эту тему прочитаю замечательнейшую совершенно статью, которая мне просто как бальзамом на душу. То есть я всегда знала, что лениться мне приятно. А делать всякие упражнения, мне лично, неприятно, потому что скучно. Ну типа, как же там, это же неправильно, бегом от инфаркта. Ну вот, получилась такая интересная вещь. Профессор Петер Акст. Ленивые живут дольше. Знаменитый немецкий медик сделался сенсационное открытие. Фитнес и спорт только укорачивают наш век. Что за бред сивы кобылы, наверняка скажет продвинутый читатель. Совсем эти профессора сбрендили. Всем же хорошо известно, чтобы сохранить здоровье и продлить молодость, быть успешным в обществе и трудовому коллективе, нужно пробегать по утрам несколько километров. А еще лучше марафон по выходным. Упорно качать мышцы железом, тренажерами в фитнес-центре. И будет вам долгая счастливая жизнь. В таким настроем я стал перелистывать книгу Петера Акста «Ленивые живут дольше». Написанную совместно с дочерью, врачом Михаэлой Акст-Гедерман. На днях книга вышла на русском языке в издательстве Альпина Павлович. Читаю. И глаза у него лень. Лень и праздность в залог здоровья. Ну, чистое шеллотанство. Ну, профессор, выведу я тебя на чистую воду. Положение первое. Баби век в линии мужского. Однако этот Акст оказался непростым. Это свое заявление подвел научную базу, но еще в 1908 году. Физиолог Рублер установил, что каждому существу Рублера отпущено ограниченное количество жизненной энергии. Программа, короче. Программа. Есть, конечно. Верес, конечно. Типа забытой пресловутой теории, что каждому мужчине, якобы, природе дано определенное число половых актов. Недаром ихнего Рублера быстро забыли. Однако, в последнее время, идея вновь обрела популярность. Если бы вы не Аурта... Однако, в последнее время, идея вновь обрела популярность. Если один ученый немец, Принцегер, еще один ученый немец, Принцегер, заново исследовал теорию жизненной энергии, которая официально именуется теорией обмена веществ. И установил, что все живые существа, в зависимости от массы тела, обладают одинаковым запасом жизненной силы. Программу все-таки обнаружили. Профессор приводит конкретные расчеты. Тысячи килоджоулей на грамм массы тела. Человеку, вроде бы, отпущено природой вдвое больше энергии на единицу веса, чем большинство животных. Поэтому, в принципе, он может жить до 130 лет. Короче, каждый из нас приходит в семье с запасом калорий и энергии, откуда мы черпаем силу на протяжении жизни, уверяет Акс. Рано не поздно, в зависимости от образа жизни, запасы истощаются. На этом счету, к сожалению, не существует оверфорта. От нас самих зависит, будет ли наша жизнь экономным путешествием или расточительной гонкой. Догадываетесь, куда клонит образованный профессор? Не надо напрягаться на беговой дорожке или фитнес-центре. Проливать семь поток. Экономьте свою жизненную энергию. Я восприяла эту теорию как очередное научное заблуждение, претендующее разве что на шнобелевскую премию идиотских открытий. Хотя, признаться, девиз «Правильный залог здоровья» грел мою душу. Да, я давний приверженный здорового образа жизни. Но лучше теоретически. В душе лентяй бегать начинал много раз с юности, но быстро бросал скушенный. Как я понимаю. В фитнес-центр заглядывал по жизни раз десять, когда он был через дорогу от комсомолки, и редакция полностью его уплачивала сотрудникам. Тренажеры, штанги игнорировал, шел прямиком в сауну. А тут акт бросил мне, Фомине верующему, первую наживку. Во всем мире слабый пол живет дольше нас, мужиков, в среднем на 5-8 лет. Независимо цивилизованная страна или развивающаяся, демократическая и авторитарная, факт медицинский, доказательств и требуем. В России, например, средняя продолжительность жизни мужчины ныне 65,5 лет, у женщины 77,5 лет. В Японии мирового лидера по длительности жизни мужчины рос, а с женщин 87 лет. Вопрос почему? В России ясно объясняют родные чиновники. Мужики много пьют. А на благословенном Западе? Ответы самые разные. Гормоны, конституция телесная, лучшее питание, в том, что мужик, дескать, сделал свое дело у детей и может помирать смело. А бабе надо еще потомство на ногу поднимать. Короче, они эмоции. Акс же объяснил сей феномен с точки зрения науки. При равном росте и одинаковом весе основной метаболизм, обмен веществ, у женщин оказывается на 10% медленнее, чем у мужчин. То бишь, за один и тот же промежуток времени дамы расходуют на 10% меньше жизненной энергии, чем мужчины. И живут дольше на те же самые 10%. Убедительно, конечно. Но причем здесь фитнес, марафоны, подавляющие, обрадевающие молодости жизнь. И тут профессор срезал меня примером из жизни царя зверей. Лев грудо накачанных мышц, прекрасный бегун, на свободе живет 8-10 лет. В зоопарке, внимание, доживает до 20. Белые медведи в родимой Арктике не живут дольше 20. В зоопарке дотягивают до 40. Я задачно зачесал лысину. По идее, в клетке эти мускулистые бегуны и пловцы должны быстро лапы откинуть. А они в немоле вдвое дольше живут. Без водных степных марафонов. Как же так? Конечно, в отличие от дикой природы, в зоопарке есть медицинское обслуживание, и терпеливо объясняет профессор. Однако главное различие состоит в образе жизни. В дикой природе звери ежедневно преодолевают многие километры в поисках пищи и подвергаются постоянному стрессу. Обитатели зоопарка живут спокойно и расслабленно. Кстати, вот я здесь совершенно не согласна насчет спокойно и расслабленно, потому что у них там стресс от безумных посетителей выше крыши. Но то, что они двигаются меньше, это однозначно. Объем движений ограничен. Необходимо минимум, что зачастую негативно воспринимается защитником природы. Зато результат – долгая жизнь. Ведь у тех же львов не тратится лишняя энергия, а природных врагов и конкурентов, которые могли бы вызвать стресс, просто нет. Ну, не считая людей в зоопарке. Акс в книге приводит другие зверские примеры продления жизни путем в экономии жизненной энергии. Мне хватило львов белых медведей. Затем профессор переключается со зверей на людей. Бегом от инфаркта или к нему. Вы считаете, что обязаны подвергать свое тело ежедневным физическим нагрузкам, чтобы дольше сохранять молодость и здоровье? Сдает авт вопрос и блок. Надеетесь, что марафон спасет от инфаркта? Помните греческий схороход Фидип в 490 году до нашей эры? Пробежал 42,5 километра от марафона до Афин. Марафон – это город такой был. И тут же скачался на рыночной площади. Толчок развития современного фитнес-движения дал в 1978 году американский врач. Я не в силах произнести эту фамилию, извините. Окей, мы это оставим. Фаффенбергер. Фаффенбергер. Установив после обследования 17 тысяч выпускников Гарварда, что риск сердечных заболеваний значительно снижается, если сжигать в неделю около 2000 килокалорий при помощи физической активности. С этого момента миллионы людей надрываются на беговых дорожках, кортах и фитнес-центрах, чтобы расходовать заветные 2000 килокалорий. К сожалению, при цитировании результатов этого исследования не упоминалось, что студенты Гарварда сжигали килокалории не столько спортом, сколько поднимаясь по лестницам, выгубивая собак, выполняя домашние задания и прочие повседневные действия. Забылось также, что Фаффенбергер установил наличие отравительного эффекта уже при сжигании дополнительных 500 килокалорий в неделю посредством двигательной активности, а не 20 тысяч. Все побежали, и я побежала. Помните знаменитую фразу, например, на удачу Василия Алипобаевича? К этому фильму мы еще вернемся. Америка побежала после бестселлера спортивного журналиста Джеймса Фикса «Все о беге». Фикс стал верховным богом фитнеса. Вслед за Янке за здоровьем и молодостью рванули миллионы европейцев. Сам Фикс подавал блестящий пример. В 50 лет одолевал ежедневно 100 километров, участвовал в 20-ти мера в марафонах. В 1984 году гуру отравительного бега внезапно умер. Остановилось сердце после состязания в беге на 4 мили. Ему было всего 52 года. Судьбу Фикса разделил Джек Келли, брат актрисы Грейс Келли, завоевавший бронзу на олимпийских соревнованиях по гребне. Умер от инфаркта. Легенда мирового спорта. Имей Зотопе, чемпион мира по легкой атлетике и многократный победитель эллимпийских соревнований по бегу на длинные дистанции, прозванный чешским локомотивом, умер в 78, сердечный приступ. Герберт Шадель, его немецкий конкурент в беге на 10 тысяч метров, дожил всего до 72, инфаркт. Наш легендарный Владимир Куц, мировой рекордсмен в беге на 5 и 10 тысяч метров, умер в 48 лет также от инфаркта. И подобные примеры бегунов и инфарктников можно продолжать. Кстати, из моего собственного опыта, там, где я жила в Израиле, был такой совершенно потрясающий человек, Дэнни Дойч, он был мастером спорта по карате, тренером черного пояса по карате, велосипедистом, который умудрялся подниматься на велосипеде по серпантину, совершенно сумасшедшему, чуть ли не быстрее машин. Его когда-то сбили на велосипеде, у него была страшная черепно-мозговая травма, после которой все были уверены, что он останется на коляске. Через месяц, у него просто была дыра в черепе, и в дыру вошел, ну, такая палка металлическая от забора. Короче, говоря, через 2-3 месяца после этой аварии, он уже пришел на тренировку по карате, он полностью себя восстановил и продолжал в том же духе. Он был исключительно сыроед. Потом к концу жизни он был уже фруктолианец. То есть сплошные жилы, неимоверная физическая выносливость, неимоверная сила. У него остановилось сердце во время велопробега вокруг Кеннерта. Причем незадолго до этой смерти, ему было всего 48 лет, незадолго до этого события, все, кто его знал, после смотрения на него были, блин, и такое ощущение, что у тебя энергия заканчивается. Сделай что-нибудь с этим. Говорит, нет, нет, все порядок, все порядок. Энергия реально закончилась, он просто на фруктах. На фруктах, не просто так, он был реально очень светлый человек. То есть там медитация, он сидел, и массу добрых дел делал, и правильно питался супер, правильно, там все, 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 что возможно, и очень следил за составом всяких микроэлементов в организме. Все было правильно. И просто закончился запас жизненной энергии. Все. Остановилось сердце. Причем я видела этот момент, там, Кеннерат, на Галилейской море, под него это велосипедная дорожка, по которой нет, там, совершается забег, а над ним гора, которая называется Сусита. Вот в этот момент я была на этой горе, и тут я вижу, значит, останавливается шеренга велосипедов, там довольно большая группа. Скорая едет, еще скорая едет, полиция едет. Я думаю, боже мой, с кем? Ну, мы казалось, что с ними были очень хорошо знакомы. На что? Вот наглядный пример. 48 лет. Все эти спортсмены, пишет Акст, были в наших глазах крайне энергичными и выносливами. Ужасает, что усиленные тренировки, очевидно, не принесли им никаких преимуществ долголетия. Заставляет задуматься и тот факт, что всех свела в могилу болезни, от которой бег и физические нагрузки их должны были уберечь. Ведь именно его, как правило, рекомендуют в качестве защиты от инфаркта и сердечного приступа. Недаром же появился лоб в бегом от инфаркта. О подобных спортсельных исходах постоянно сообщают в СМИ. Общественность принимает эту информацию к сведению без комментариев, в отличие от трагедии в ДТП. Как на церемонии открытия Олимпиады в Синее, после передачи Олимпийского огня на эстафете от сердечного приступа, умер 74-летний вегалоносец, в конкретном Ким. Спустя 10 дней, после берлинского марафона, скачался 58-летний датчанин, 38-летняя бегунья из Панамы. Врач скорой помощи, присутствующий на марафоне, порекомендовал. С точки зрения сухой статистики, мы неизбежно имеем один смертельный случай на каждые 5-6 забегов. А вот свежий российский факт, короче говоря, дальше он там долго-долго-долго приводит еще факты, еще факты, еще факты про бегунов и прочих, которым там, которым заканчивается жизненная сила. В общем, кому будет интересно, это статья, которая так и называется, не выживут дольше. Можете зайти в интернет и почитать всю статью целиком. Автор этой статьи некий Евгений Черных, спасибо ему большое. Статья опубликована в комсомолке. И там, в общем-то, краткое содержание книги этого самого акста. Но вот то, что касается просто народной мудрости, посмотрите, в странах, где люди в основном качаются в гамаках, мало чего делая, или медленно ходят за своими барашками по горам, сидят, курят трубку, медленно едят мясо этого барашка, за которым он ходит, и живут при этом сто двадцать лет. Все медленно. То есть у них программа такая. Но в нашей ситуации сколько мы проживем, да ладно, бог с ним, важно как. Это, знаете, печальный медицинский анекдот есть. Доктор, доктор, а я жить буду? Будете, а смысл? Вот, так что сколько мы проживем, не столь важно, мне этот вопрос совершенно не напрягает. меня интересует качество жизни. Значит, я точно заметила, что большинству народу присущий лень. Только, только, а? Вы тоже. вы тоже это заметили. На собственном обыте, да? Большинство народу присущий лень. Но только кого-то совесть гложет, что он ленивый, а кому-то совесть не гложет. Значит, как следствие, те, кого совесть не гложет, они как-то выглядят лучше, они как-то, пообщаться с ними приятнее. Вообще, махровые эгоисты, это классные люди. Говорят, да, что мне хорошо, то я и делаю, что мне нехорошо, то я и не делаю. И все, к нему уже нет никаких претензий, он же все сказал. И все хорошо, он все симпатичный, милый человек. А эти, ой, ой, мне домой надо, все, все, не надо домой, у меня там столько всего не сделано. Ты ему звонишь, или ей? Говорят, ну что, ты все уже сделал? Ой, ой, нет, ты знаешь, я что-то вот так, все не могу себя заставить, я сейчас, сейчас, сейчас все сделаю. На следующий день встречаемся кислый, как соленый огурец. Что такое? Ой, вчера вот столько всего надо было, я не мог себя заставить. И ходит. Не моего, не надо. Вот тебе положили мучки на посуду или на раковину, помыть тебя, дорогая, что ты мне говоришь? Нет, и не надо. Да? Ну ладно, ну все-таки живому как-то приятнее. Так что, оказывается, уже по последним научным данным, лень это полезно. Это специально встроенный в нас механизм, чтобы мы жили хорошо, спокойно. Знаете, ленивый человек никуда не пойдет воевать, ленивый человек ни с кем не будет скандалить, ленивый человек никуда не будет учаться. Он будет жить спокойно и размеренно. И делать только то, что ему интересно, потому что делать то, что интересно, не лень. А все остальное лень. Мне сразу говорят, а как же наши обязанности? Он приколошил маму, у которой четверо детей. И еще надо и то, 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 и это тоже. И все изо всех. Ну вот, с первым ребенком, да, это, я понимаю, сложно, потому что, если его не покормить, он будет громко кричать. Если ему поменять подгузники, он будет тоже громко кричать. Будет неудобно. А еще что? Что еще входит в обязанности? Вот что нужно делать обязательно? Это мы считаем, что это обязанность. Это не обязанность. Понимаете, если у вас, вот чем отличается, когда мужчина говорит, мне нечего одеть, и когда женщина говорит, мне нечего одеть? Женщина говорит, мне нечего одеть, когда закончилось все новое, а мужчина, когда закончилось все чистое. Если тебе уже настолько нечего одеть, потому что у тебя закончилось все чистое, так ты простернешь какую-нибудь одну тряпочку и одей. Девушки, извините, пожалуйста, Я вас рассажу. Все, мое терпение закончилось. Туда, пожалуйста. Туда, пожалуйста. Нет, дальше, дальше. Туда. Вы оттуда будете меня гораздо лучше видеть. Я вас... О, классно. Спасибо большое. Да, вот это безопасное расстояние. Я вообще не могу. Но программа такая. Наверное, встретились, знаете, первые годы, и вот. Так, ну классно. Я же не мешаю. Ну тогда так. Я извиняюсь. Нет, я очень извиняюсь. Все, окей. Вы же массу интересного пропустите. Да. Хорошо. Так что смотрите, что у нас получается. Постирать? Значит, кому должна постирать? Ну, кому должна постирать? В современном мире, где есть памперсы. В ванной, я понимаю, раньше пеленки были. И знаете, кстати, знаете, знаете, кстати, как-то, я говорила, африканские племена решают проблему пеленок. Первые 2-3 недели, значит, каждые несколько минут взял, подержал, вот так посадил, пс-пс-пс-пс-пс-пс. Животик помассировал, ножки вот так поджал, из него все выстреливает. А потом ребенок понимает, что да, правда-правда. Это правда, это естественный месяц. Ну, давай возраст ребенка. С нулевого возраста. Так приучают. Смотрите, у африканок дети висят. Так научите, чтобы контролировать. Да, она чувствует тоже. Ну, как бы, если вот так жить, она уже чувствует, как... Даже в нашей цивилизации, как я уже читала, что можно из 4 месяца приучивать на государство. Ну, 4 месяца можно, но он не своя. Но он уже знает, когда ухожих писать, он на вашу мать. То есть процесс обучения, он может быть не сразу, но... Я читала, у него как бы нету просто возможности контролироваться. Ничего подоскопиться. Все рефлексы есть. Если бы у него не было рефлекса, моча текла бы постоянно. Конечно. То есть она просто все время бы текла, потому что моча постоянно вырабатывается почками и постоянно попадает в мочевой пузырь. И если нет сдерживающего рефлекса, то моча бы просто постоянно вытекала. То есть рефлекс есть. Дети маленькие почему писаются? По двум причинам. Первая причина. Он не знает, что это нехорошо. Он не знает, что существует какой-то другой способ. Просто не в курсе. Потому что это очень естественно. Если мне хочется писать, я писаю, если мне хочется какать, я какаю. Это естественно. А думать, когда это надо сделать, и в каком месте, это неестественно. Это первая причина. Когда ребенок становится постарше, он уже в курсе. Но почему он гораздо реже, но все-таки продолжает писаться? Потому что он заигрался и не обратил внимания, и не успел добежать до того места, где это можно делать. Я очень хорошо помню себя. Полтора годика, два годика. Я уже была в курсе, как и что делать, но бывает так, что... Сейчас, еще-чуть, 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 еще-чуть. И все. И все. И это совсем не потому, что я что-то не могу контролироваться. Если вы будете очень долго сдерживаться, то тоже в какой-то момент не законтролируйте это. Так что, смотрите, ребенок полностью понимает абсолютно все, что происходит, уже в утробе матери. Полностью. Ребенок ничем не отличается, кроме размеров от взрослого человека. Такое же мышление, те же самые логические выводы, базирующиеся на собственном опыте. То есть у ребенка опыт другой, чем у взрослого человека. Дайте ребенку так в 5 лет такой же опыт, который у человека в 35 лет, и мыслительные процессы этого ребенка будут точно такие же, как у человека в 35 лет. И это относится к детям с нулевого возраста. Потому что ребенок с нулевого возраста уже, даже еще раньше, находясь в животике у мамы, значит, он уже выучивает, на кого мама как реагирует. Вот он слышит голос бабушки, мама с бабушкой так, мур-мур-мур-фу-фу-фу-фу. Все хорошо. Значит, когда к нему подходит бабушка, начинает с ним говорить, он начинает улыбаться. Потому что все в порядке. У мамы с бабушкой хорошие отношения. А если у мамы со свекровью плохие отношения, подходит вторая бабушка, те же самые ути-пути, а ребенок у нее... Почему? Потому что он уже успел очень хорошо выучить. Этот голос у мамы вызывал большое недовольство. Зачем же мне эта бабушка рядом со мной? Совершенно не зачем. Я тоже очень хорошо помню, как я буквально с моего возраста я упорно не хотела коммуникации с моей бабушкой. Она у меня растила, она у меня молилась. Я ее в три года выгоняла из дому. А до того я просто у нее каждый раз орала, когда она меня брала на руки. Почему? Потому что мама с ней скандалировала регулярно. И я это слышала, находясь у мамы в животе. То есть ребенок абсолютно адекватно все воспринимает. в любом возрасте. Если вы будете с грудничком общаться на уровне ути-пути, например, кружок. Значит, ребенок, отдел был в Израиле, магазин. В магазине папа чего-то покупает, подходит к кассе, там очередь, папа там разбирается с покупками, у него большущая такая телега. В телеге стоит такая, вот переноска, вот как ваша переноска, для младенцев. Она там стоит, в ней лежит младенец. Ну, наверное, не больше года точно, до года, наверное. До года, где-то там, около года. Чего там там лежит, в этой переноске, не совсем грудничок, но около года. И орет, 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 и к папе ручки тянет. Я ему говорю, он орет, папа находится у тебя в двух шагах. Это означает, что он очень хорошо тебя слышит. Нет необходимости громко кричать. Ребенок и смотрит на меня внимательно. Папа понимает, что ты хочешь, чтобы он взял тебя на руки. По объективным причинам, папа тебя на руки взять не может. Все, ребенок успокоился. Тут оборачивается папа, услышит все эти разговоры с его грудничком, смотрит на меня безумными глазами, очень недовольной физиономией. Ребенок немедленно ловит этот взгляд папе и снова идет. Я говорю, я же тебе все объясню. Зачем нервировать папу, себя, окружающим? Это не надо, это неприятно. Замок. Папа оборачивается, говорит ребенку, скажи ей, что я никогда не нервничаю, не злюсь. Ребенок. И все. И заткнуть его уже было невозможно. Все нормально. Дети абсолютно сломневовывают. Во-первых, они язык учат. Еще там же ботики у мамы. Сначала так, как это учат, как язык учат слепые, по ощущениям. А потом, когда они еще открывают класс, я вам тоже приведу пример из моих собственных воспоминаний. Я себя помню отчетливо с шести месяцев. И вот первая картинка, которую я помню, и мои мысли на эту тему. Стол на столе, ванночка. В большом комнате меня купают в этой ванночке. Там плавает моя игрушка, уточка. Я головой, то есть я вижу окно, у меня перед лицом окно. Вокруг меня там родители. А за окном зеленая ветка и падает снег. И я лежу и думаю, как красиво. Я думаю языком, словами думаю. Как красиво падает снег. Значит, когда я, уже будучи взрослой, обратила внимание на это воспоминание, я сказала, подождите, это не может быть. Я ясно вижу зеленую ветку и падающий снег. Как это может быть? Так не бывает в Ташкенте. И я начала анализировать, что это могло быть. Я понимаю, что это был тополинный пух. Там, где мы жили, там было очень много тополей. Это был июнь месяц. И летел тополинный пух в больших количествах. Теперь, откуда же я в 6 месяцев знала слово снег? И понимала, что то, что идет за окнами, это снег. В Ташкенте снега практически не бывает. Очень редко. Я родилась зимой. В ту зиму, когда я родилась, две недели шел снег. И я его видела и слышала, что родители говорили, идет снег, когда меня несли от двери роддома до такси и от такси до двери дома, в котором мы жили. И может быть, когда мы ехали в машине, они тоже говорили, какой сильный снегопад. Все, больше я снега не видела никогда, потому что, когда шел снег, меня на улицу не вытаскивали. И он так растаял через неделю после моего рождения. И вот, когда мне исполнилось шесть месяцев, я лежу, вижу, думаю словами, идет снег. И я не мунику. Единственная уникальность в том, что я в девять лет решила запомнить все свои мысли, свои воспоминания, сохранить не только, что я делала, но и почему я это делала. Мне это было важно для дальнейшей специальности, потому что я хотела быть учителем. И я в девять лет прекрасно понимала, что если я хочу быть хорошим учителем и хорошо общаться с детьми, мне нужно помнить не что я делала, а почему я это делала, чтобы понимать детскую психологию. И я в девять лет стала бережно перебирать и сохранять все свои воспоминания до самого маленького возраста. Так что мышление ребенка ничем не отличается от мышления от самого человека. Отличается только база данных. Опыт. У вас один, у него другой. И дети, кстати, с точки зрения психологии, чудесные будут. Ему надо, чтобы ему было интересно и он будет орать, бежать и теребить маму до тех пор, пока мама не сделает так, чтобы ему было интересно. Точно так же, как если вы живете там с человеком, он знает, на какие ваши болевые точки он дарит, чтобы получить от вас то, что он хочет. И то, что он взрослый, не играет никакой роль. Да-да-да? Ты в курсе, что говорили о тебе? Вот он, поскольку у него язык основной латышский, он не очень в курсе. А в Москве, я на семинаре, был такой же красавец, ему сколько? Три месяца. Три месяца. Вот до этого был красавец десять месяцев. Совсем человек. Как он классно общался. Просто потрясающе. И когда я говорила о психологии малышей, он так подтверждал, наконец-то кто-то вообще объясняет этим здоровым болванам, что он тоже человек имеет право, имеет мысли вообще. Он так радовался, просто невероятно. Причем не мешал, а именно взаимодействовал со мной во время семинара. Окей, мы так слегка отвлеклись на мою любимую тему. Психологические и зрительские семинары для родных малышей. Им не надо, они сами могут вести. Это для родителей. Вот у меня в Москве сейчас будет семинар, который будет называться «Что такое ребенок и как с этим бороться». Но ребенок в кавычках. Бороться он не с ребенком, а с представлением, что такое ребенок. Я имею в виду семинар «Что такое родители и как с ним бороться?» Как их обучать? Ну вот, вот это как раз не будет. Ладно? Будет что-то? Будет-будет. Ребята тоже хотят не организовать, потому что, в принципе, уже был один семинар, даже два семинара было для родителей, для детей. Но я так понимаю, что надо еще. А как узнать все в этом? Во-первых, Мансарда публикует и рассылает приглашение тем, кто записывает. Да-да-да. У меня как бы основная, на данный момент моя основная площадка здесь, в Криде. Если меня еще кто-то куда-то зовет, значит, я туда позову, туда я иду. Я, ну, человек погладистый в этом плане. Вижу, мне не надо ничего организовывать. Если кто-то мне организует, я с удовольствием приду. Вот в Долбеле был такой семинар для родителей и детей. Очень хороший. Окей. Значит, давайте сейчас вернемся к нашим баранам. Сегодня у нас не тема дети, сегодня у нас тема эльфийское, пение и наше здоровье. Поэтому давайте сейчас быстренько на примере разберемся, откуда берутся наши основные болячки, чтобы понять, зачем нам петь те самые звуки, что они будут менять. в принципе, в интернете есть мой фильм, который называется «Доктор, чтобы меня болит». И там я долго-долго и очень-очень подробно рассказываю все то, что я вам достаточно конспективно расскажу сейчас. Поэтому, если кому-то захочется так обновить в голове все то, что вы сейчас услышите, значит, просто залазим в YouTube, нажимаем «Доктор, почему у меня болит» и будет вам вся та же самая информация. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!